Итак, ребят, всем привет, и мы продолжаем играть в Инжастис 2. И сейчас мы находились в первой части в офисном кабинете, и мы продолжаем здесь находиться. Сейчас идет какая-то терка, давайте посмотрим, что здесь происходит. Здесь непонятно, что здесь забрались. Робин и какая-то женщина, подождите, с луком. Это не Робин, какой-то зеленый плющ, что ли. Так. Реклама. Так, сейчас выясняем какие-то отношения между произошедшим в Нью-Йорке. Так, подождите, это какой-то непонятный зеленый плющ. И женщина, кстати, очень симпатичная женщина. Бэтмен бы влюбился в нее. А возможно, это женщина-кошка, а? Или как его там называют? О, ничего себе, да здесь потайной ход к стенке. Ничего себе, это лифт, ребята. Лифт, ведущий в никуда. Эй, почему мужика? Странный прикид. Так, ладно. Готэм-сити. Мы отправляемся в какой-то неизвестный, неведомый мир, в котором мы будем участвовать и сражаться с врагами. Так, ребята, давайте посмотрим, куда мы пришли! Куда мы пришли? А мы пришли на какую-то станцию, похожую на метро, что ли. Нет, это какой-то пункт. Пункт отслеживания непонятных гостей и злых врагов. Сейчас они должны разобраться, что нам делать. Посмотреть, какие у него классные стрелы и зеленый лук. Мне кажется, стрела очень мощная. Она может пробить человека насквозь за пару секунд. И это здорово. Так, ладно, они... Ох ты, ничего себе! Что-то как-то она стрёмно, жвачка она сейчас бабахнула. Что? Есть Харли Квинн, есть. Та-ра-там, что-то у нее с внешностью. Это не очень, конечно. У героев даже получше. У нее какая-то, знаете, наложено неправильная маска, что ли. Вот. Такое ощущение, что Injustice 2 делался на скорую руку. И когда появился... Подумали, блин, а может, в игру введем, внедрим Харли Квинн? А почему бы и нет? И потом они решили внедрить. Но ее как-то не особо проработали, да? И она такая стала не очень уж и чётенькой. Хотя, персонаж новый, ребят, да. По фильму новый персонаж вообще. Вот он, считай, родился, как он, 2016, да, по-моему, в году. Или 17-м. Вот, Бэтмен, Супермен, всё это старое. А вот этот персонаж, это что-то новенькое в жанре игр. И знаете, это на самом деле классно. Вот так, ладно. Но она, как всегда, ведёт себя на понтах и по фильму также. Вот, давайте посмотрим, как будут развиваться наши дальнейшие события в этой игре. Вот. Очень много диалогов, очень много болтовни. Какие две цепи, да? Хм, куда-то пошли. Так, ладно, сейчас что-то произойдёт. I can't know why it is she, the first person inside Joker, that it won't. Подождите, они что, хотят ещё Джокера убить? Они же убили в его, не знаю, в 2000-е каком-то, в 2000-м году уже. Но Джокера никак не могут убить. Джокера, он вообще такой сильный, его, наверное, воскрешают. Итак, ребят, нам показывают из какой-то места непонятный пруд. Подождите, что они делают? Они что-то скидывают или что-то прячут? Так, наша тройка ребят что-то здесь заподозрили. Так, подождите, ребята что-то прячут. Может оружие? Мне кажется, в этих ящиках находится оружие. И они должны предотвратить продажу оружия. Подождите. Не понял. Ага, в ловушку попались, молодцы. Ничего себе, здесь женщины ходят. Это очень опасно. Харли Квинн жуёт до сих пор жвачку, потому что она жвачная девушка. Девушка, ты кто такая? А я жвачная такая вся. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Итак, ребята, подождите, подождите. Всё только впереди. Всё только начинается. И это, конечно же, здорово. И давайте посмотрим, что у нас будет дальше происходить. Подождите. Это, случайно, девушка, не зелёный плющ, если не... А-а-а! Точняк! Это зелёный плющ! Да-да-да. Она именно плющом будет биться. Вот. Главное не прогадать, когда она будет атаковать нас. И это самое опасное, что может быть. Ах ты, девушка, что же ты делаешь? Зелёный плющ своим. Зелёный плющ, а я зелёный плющ. О, ничего, Харли Квинн, смотри, как быстро отвязалась. Мастерский. Мастерский. Кто тогда зелёный этот человек? Я не помню, если честно. Вот. Ладно, поигрим и посмотрим. Подождите, сейчас мы, по-моему, будем драться. Мы сейчас будем играть за Харли Квинн саму. Неужели? Неужели мы поиграем за Харли Квинн? Это круто. Давайте посмотрим, как она дерётся. Её фирменная поза? Да, именно такая фирменная поза. Так, подождите. Пойсон. Да, плющ. Точняк, это она. Так, Харли Квинн. Давай, делай, девушка. Дейлый, делай. Наши желания. Прикольно, такой крокодил смотреть на задний фон нанесит. Да, прикольно. У неё, прикольно она дерётся. Посмотрите, как она бьёт ногами. О, и молотком. Это самое оно. Кстати, вот если честно, брать Харли Квинн, она бы хорошо подошла бы Джокеру, да. В партнёры Джокера. Ну, нет, она не будет за партнёра Джокера. Она будет за нас. Прикольно, конечно. Ничего так. Мне нравится, как она дерётся, как она прыгает, какие у неё движения ловкие делаются. Вот. На самом деле, очень-очень интересно. Эпично, конечно, смотреть и наблюдать за таким продвижением сценарием. Подождите, у неё что, у девушки, у плюща выросли из руки какие-то называемые лианы. Лианы, или как их назвать? Лой? Нет, не лой. Подождите. Давайте. Харли Квинн, давай бочку. Ничего себе она её всадила. Конечно, взрыв должен быть бы помощней, но, увы, не было бы взрыва помощнее. И, ладно, ничего страшного. Так, подождите, мы её сделали. Я даже не успел болтать. Как мы уже завалили. Подождите, задыхаются. Да, ребята, давай поднимитесь. Вы что, упали-то к земле? Эй, это кто такой? Ммм, это ты, значит? Ммм, как вкусно здесь пахнет. Ха, чёрт. Подожди. А, ну, может, ты снимешь маску, а? Давай, снимай свой противогаз. Ну, хватит меня поливать этой жидкостью. Она меня совсем не берёт. Нет, она её всё-таки берёт, ребят. И она не может устоять перед этим. О, в её глазах уже всё затуманило. И тут приходит, что это? Это Хэллоуин, тыква. Горячая тыква. Большой, горячий человек. Интересно, как его зовут? Подождите, посмотрим. Скаркроу? Скаркроу? Что это за Скаркроу? А, я такого не знаю. А, у меня с переводом, конечно, проблемы. И я не знаю, что это. Подождите. А, давайте надаём ему по щам тоже. Крокодил уже ускал висеть. Мои друзья мне совсем не помогают, потому как они там нюхают зелёного... Зелёный плющ. Плющ, плющ не ищусь. Ого, Харли Квинс делал ему в попу укол. Вы только сейчас видели? Она ему в попу выстрелила. Классно. Так, ладно, ничего себе. К... 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 Скар... То есть, Скар маска, Кроу, Акро, Капрюс. Скар маска. А, масочные монстры. Горячий монстр. Подождите, если честно, присмотреться под маску этого монстра, можно понять, что монстр вообще... Он как будто там какой-то горит. Он из лавы что-ли сделал? Что-то непонятно. Так, ладно. Давайте сейчас завалим его. Давай, Харли Квинс, делай его, делай, действуй, давай. Делай сальтушки, вертушки. Отлично. Блин, кинь ты в него крокодила. Не знаю, пускай он его сожрет. Блин, что-то крокодил умер, посмотрите. В принципе, он висел и был нормальный, адекватный. А теперь что-то как-то нет. Давай, давай. У Харли Квинс, конечно, много еще в жизни осталось. А вот у него уже мало, так что я его сейчас сделаю без проблем. Что ты там своим крюком мотаешь? Давай, иди сюда. На тебе. Гиену, гиену. Я напустил на него гиену. Эй, у Харли Квинс заболела очень сильно башка и ей плохо. Подождите, а это кто? Он же превратился в этого непонятного. Блин, они задолбали этим зельмом уже отбрасываться. Сколько можно? Эй, Харли Квинс, не падай, только пожалуйста. Что будет дальше, я не знаю. Наверное, сейчас появится Бэтмен и спасет их, взяв подмышку. Да нет, подождите, она встает, неужели? Ну, может быть, просто все рассеялось и все нормализовалось. Подождите, а где ее друзья? Почему они не встают? Где они вообще? Случайно не утащили? Подождите, я нахожусь в каком-то уже другом месте. Харли Квинс даже не понимает, где она находится. О, это что? Логово Джокера? Такие горячие глаза? Ух ты, что это за красавчик? Эй, Эллен Делон. Подождите, это что, юный Джокер? Харли Квинс с таким непонятным лицом всматривается в темноту. Подождите, это Джокер. Это реально Джокер. Посмотрите, он даже здесь моложе. Я не знаю точно. Может быть, это и не Джокер, да, какой-то другой персонаж. Но похож 100% на Джокера. Худого Джокера, который мало кушает, кушает Роллтон, да, и не может поправиться. На животе что-то написано вроде М, что ли, или... Что там написано, непонятно. Эй, ты что-то хочешь убить? Ну ладно, убивай себя. Нет, он себя не хочет. А Бэтмен, глянь, трясёт ляжкой. О, да, это Джокер, а это её... А это Джокером марионетка. Да ладно, Бэтмена невозможно убить. Бэтмен всегда жив. Да и Джокер тоже постоянно жив. Бэтмен. Ну давай, Бэтмен. Дуй на него какой-нибудь. Бэтмобиль свой. Где твой Бэтмобиль? Сбей их головы. Нет, крошка Сью не может сделать этого. Эй, что, Джокер убьёт её? Да ладно. Крошка Сью не может никак это сделать. Так, подождите. Она его уламывает, чтобы она его не убила. Не знаю, что получится. Убьёт ли Джокер её или нет, я, конечно, не в курсе. Так, подождите, они что-то тратятся? Подождите, я буду за крошку вот эту Сью? Ничего себе. А, подождите, это Харли Квин? Подождите, а как она переоделась уже? Это Харли Квин, оказывается. Ничего себе, вот это да. Вот это поворот. Странно, быстрое какое-то переодевание. Так, ладно, давайте попробуем завалить Джокера. Кстати, я опустил Гену, и Джокер почти-почти уже израсходовал свою одну жизнь. И осталась ещё одна полоска. Последняя полоска. Харли Квин ещё дразнится. Да, это, ребят, Джокер какой-то только в молодости. Блин, я первый раз что-то, по-моему, вижу Джокера в молодости. Блин, а он был крутым. Он, представьте, он носил плащ, да, таким был модным супергероем. Вот. Так, ладно. Харли Квин села на какой-то непонятный... Ничего себе. Нет, вы, ребят, представляете? По голове монтировка металлической. А потом под электрошоком, потом под этим стулом лежало миллион, наверное, каких-то тротила, которая взорвалась. И Харли Квин жива. Подождите, по-моему, был какой-то комбо, если я не ошибаюсь. Ага, тротильчик, твой тротильчик. На тебе в попу, дядюшка Мороз. И вот тебе ещё парочка гиен, которая тебя покусает. Вот и всё практически, ребят. У нас всё вышло, мы завалили этого Джокера. И, в принципе, было легко. Я не скажу, прям трудно. Трудно, нормально так. Я думаю, это заставка. А это был такой суперкомбо, оказывается, на электрическом стуле. Во, пожалуйста, Харли Квин. Подождите, это сон, что ли, был? Это был сон, наверное, для неё. Ооо, да, ребят, это был, походу, сон. И здесь плохие парни уезжают. Чё-то как-то он неуверенно стрельнул из лука. Реально неуверенно из лука стрельнул, как так, с лиганца. Ну, попал, попал. Поигри, конечно же. Как здесь показывают? Идеально, форменно. Эй, что это за дерево такое? Я грудь! Э-э-э, здесь всех героев, по-моему, собрали. Лучше туда реально запихали вот этого груда, короче, который озвучивал Вин Дизель. Так было бы интересно. Это какой-то непонятный человек. Я даже не знаю, как его зовут, если честно. Но, наверное, зовут как-то большой... А, э-э, я не знаю, папа... Я не могу даже понять, как он... Потому что он создан из воды, листьев и какой-нибудь... А, ну, зелёный плющ, это папа от зелёного плюща, наверное. Зелёный плющ. Блин, а что, с ним буду сражаться? Я не хочу сражаться с ним. А, ну ладно. Так, Снэптинг СВН. Я не знаю, как привослить Снэптинг. Так, ладно, давайте сейчас попробуем его заболеть. Так, действие уже происходит на каком-то болотнике. Чуть поменялся уже дизайн. Никаких крокодилов. А лишь только измученные кости человеческих останков, висящих на дереве. И каких-то кинжа на этих... На... На... На клинках. Так, ладно, давайте Харли Клина. Опять дразнится. Мне... Подождите. Когда он вставал, вообще-то, ребята, из болота, этот человек... Ну, не человек, а похоже на какой-то монстр. Я не знаю, как назвать, какой-то Шнэптинг. Что это значит? Я не понимаю, как ни по-русски, вообще ничего. Вот. Так, немножко ему гиен пустим. Это. Он же был больше, когда он из воды вставал-то. Ребят, помни? И сейчас он уже с размером, как Харли Квинн, в принципе. Не такой уж и большой получается. Странно. Так, подождите. Ему осталось еще чуть-чуть. Да это полный отстой. Я его завалил на раз-два. О, да это ерунда. А что это такое? Это не такое уж тяжелое. А у меня, смотрите, сколько жизней. У меня еще полторашка осталось. Это в легкую я его сделаю. Вообще в легкую. Фух. Как пару пальцев обосвает, я его завалил. Итак, ребят. На этом все. Спасибо за внимание. Ждите продолжения. До скорой встречи. Всем пока.